добрый день традиционное пятничное видео сегодня мы будем говорить о будущем медиа причем будем говорить не случайно 13 марта исполнилось 25 лет канала украина канал украина стартовал даже не так украина в донецке 25 лет назад с пары часов вещания совместно с другими такими же небольшими донецкими операторами в 2004 году это уже был полноценный городской канал у которого возникли амбиции национального масштаба тогда это звучало как абсолютное безумие я была частью команды которая занималась вот этим стратегированием и мы тогда метили не просто в национальный канал а уже тогда мы говорили о том а что нам нужно сделать чтобы стать первой кнопкой прошло всего ничего 10 лет и мы впервые стали первой кнопкой и плюс еще 3-4 года для того чтобы стать первой кнопкой безапелляционно мы занимаем первое место по всем коммерческим аудиториям 18 плюс 18 54 уже больше 12 месяцев и это не только предмет для гордости но и предмет для размышления что же нам делать дальше куда дальше двигаться чтобы сохранять это лидерство для того чтобы понять что будет у нас в медиа лет через несколько 3 5 10 нам достаточно внимательно смотреть на то что происходит прямо сейчас на медиарынке ну например соединенных штатов а там происходит следующее сокращается пусть не стремительно но последовательно медиа потребления телевидения радио принта другими словами классических сми и стремительно растет потребление диджитал и это не столько о том что люди меняют свои привычки хотя и это тоже это скорее о том что меняются поколения это такой цивилизационный поколенческий двиг и уж раз растет медиа потребление диджитала значит растет причем растет стремительно опережающими темпами реклама в диджитале другими словами туда перетекают деньги в больших количествах прежде всего это гугл львиная доля фейсбук и потом другие и несмотря на то что мы рассматриваем новый мир новые медиа как нечто абсолютно демократичное на самом деле там тоже есть большие формы так называемые монополии и монополии растут остальные ужимаются гугл и фейсбук росли а остальные ужимались а при этом классическое телевидение понемногу сжимается но его мест на его место заступает онлайн телевидение это netflix это amazon premium и так далее причем в основном amazon и netflix растут не столько за счет доли классического телевидения сколько за счет кабельных сетей которые традиционно в америке имели сильнейшие позиции другими словами телевидение уходит в интернет прежде всего потому что теперь когда есть 3g 4g возникает так называемая точка бога когда ты можешь смотреть что угодно когда угодно на каком угодно девайсе все зависит только от тебя при этом с телевидением не случится ничего драматичного оно останется на место классического будет заступать цифровое телевидение онлайн телевидение провайдеры будут зарабатывать много и даже очень много классическое телевидение переживет как минимум десятилетия во-первых консолидации во вторых боли эта картинка на здесь и сейчас в штатах в отношении медиа потребления и мы понимаем что мы будем понемногу двигаться ровно туда же а что дальше бизнес инсайдер издал прекрасный отчет который называется by intelligence в отношении будущего медиа потребления и там есть такой вопрос what is the next big thing аж какая вообще следующая большая штука большое изменение и как это ни странно речь не идет о новых технологиях то есть это не смарт часы и это не смарт очки как это ни странно речь не идет о виртуальной реальности или дополненной реальности они утверждают что это еще такая отложенная перспектива и так следующим прорывом следующим большим изменением которое существенным образом повлияет на все рынки является социальное видео социальное видео это видео снятое практически на любой девайс обычный телефон это видео которое описывает бытовые события это короткое видео это видео иногда стрим живой стрим это видео которое размещено в социальной сети и которая может кочевать с платформы на платформу и это видео которое создает такой эффект присутствия здесь и сейчас, как будто вы становитесь частью чьей-то жизни. В сошел вире уже тренд, и, как я сказала, это тренд, который несется по возрастающей, и, в принципе, он вполне справедлив и для Украины, и 2018-2019 годы будут годами самоснятого, живого, короткого видео, которое создаёт эффект присутствия. Примерно об этом говорит в своей лекции Демьян Кудрявцев, редактор «Ведомостей». Лекция называется «Будущее медиа». Я вам её очень рекомендую, ссылка есть ниже. Что важного из таких больших инсайтов? Что медиа потребления будет определяться не нами, а людьми будущего, и поэтому оно будет принципиально другим. Кудрявцев говорит о том, что будет происходить квантизация медиа. Во-первых, речь идёт о том, что зрители будут существенным образом влиять на происходящее, а во-вторых, о том, что никто не будет читать от корки до корки только конкретных авторов и только в каких-то конкретных формах. Ещё Кудрявцев говорит о том, что мы всё стремительнее движемся не просто к таргетингу, а к микротаргетингу, даже нанотаргетингу. Это означает, что люди будут смотреть только тот контент, который хотят. И это будет только так и никак иначе. И попасть случайным образом в поле зрения потребителя будет практически невозможно. Собственно говоря, это то, куда движемся все мы. Это ровно то, о чём наши пятничные видео. И канал Украина не пасёт задних, кроме того, что это первая кнопка страны уже больше 12 месяцев. Это ещё первый в Украине канал, который создал свой собственный YouTube-канал и в феврале собрал свой первый миллиард. Так что будущее точно за видео, вне зависимости от платформы, это может быть YouTube, Instagram, Facebook будут появляться точно новые платформы. Смотрите видео, снимайте видео и публикуйте его.